Здравствуйте, в эфире программа «Рынки» в студии Константин Бочкарев. В этом выпуске обсудим ситуацию вокруг российской валюты, потому что очень много запросов приходит от инвесторов в поисковиках, что же будет в дальнейшем с курсом доллара и юаня к российскому рублю. Также давайте поговорим об акциях-девелоперах, потому что для них 2024 год может стать в какой-то степени перелованным, хотя кто-то смотрит не на девелоперов, а на тот же самый ЦИАН. И по традиции, пару слов о настроениях на мировых рынках акций. Здесь, что мы видим, в Азии такая разноправленная динамика. Повышенное внимание приковано, конечно, Китаю, материковый Китай, Гонконг, плюс четверть процента. Вчера китайский рынок акций, напомню, был под давлением, Гонконг потерял 2%. Сегодня, кстати, интересная публикация была в китайском государственном СМИ «Синхуа Ньюс», где как раз глава департамента монетарной политики Народного банка Китай давал сигналы, что будет такая сильная поддержка кредитованию китайской экономики. И вот многие расценили это как намек на то, что Китай может пойти на снижение норм резервированных для банков. В пятницу важная на фоне этого статистика по инфляции в КНР. Ну и вместе с этим данные по инфляции будут актуальны и в США. В четверг американский рынок акций вчера пришел в себя. NASDAQ плюс 2%. Такой рекордный рост. В общем, неделя вроде бы началась на мажорной ноте для американского рынка акций. Вот цены на рост, правда, накануне просели. Но это мировые рынки, а мы с вами сейчас поговорим, собственно, о российском рубле. Есть ряд поводов обсудить рубль. С нами прямо сейчас Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка. Михаил, я вас приветствую в наступившем 2024 году. Не заканчивайте. Доброе утро. У населения вот интересуется, что же будет с курсом доллара. Мы это связываем с тем, что, может быть, после праздников кто-то возвращается. Может быть, кто-то получает бонусы или годовые премии. Откуда вы видите, откуда может быть этот интерес к российской валюте? Потому что доллар-рубль, по сути, не меняется последние недели, даже пару месяцев. Мне кажется, ожидания на этот год, они достаточно такие устойчивые, что у нас в первом квартале будет укрепление рубля. Мы тоже разделяем эту консенсусную точку зрения. То есть в первом квартале у нас рубль, скорее всего, укрепится, а со второго квартала, возможно, после того, как отменят, возможно, до 16 апреля у нас указ о обязательной продаже валютной выручки. После того, его вероятной отмены, возможно, будет ослабление рубля. То есть мы полагаем, что к концу года рубль после укрепления в первом квартале к концу года вернется в район отметки 100, возможно, выше за доллар. Хорошо, Михаил, это вот стратегия на текущий год, вы ее уже доанонсировали. Давайте поговорим о дне насущном, потому что о рубле мы говорим еще в силу ряда причин. Во-первых, сегодня 9 января, все верно, и Банк России как раз с ранее, с учетом ранее озвученных планов, планирует как раз возобновить операции на внутреннем рынке, связанные, по сути, с использованием средств Фонда национального благосостояния. И, с другой стороны, на этой неделе могут быть озвучены объемы покупок, продажи валют в рамках бюджетного правила. Также мы видим сегодня публикацию в ведомостях о том, что экспортерам дали возможность избежать круговорота рублей, что называется, в природе. Ну и, помимо всего прочего, цены на нефть. Мы идем волатильны, вчера 3-4% они потеряли, что тоже, наверное, риск для рубля. Давайте в этих важных факторах в начале этого года о них поговорим. Что касается операции Банка России на внутреннем валютном рынке. На ваш взгляд, расходование средств ФНБ, бюджетное правило, как все это будет влиять на рубль? Ну, в целом, я напомню, что операции в рамках бюджета, они всегда являлись для рубля таким второстепенным фактором. То есть, в этом году мы ожидаем, что они будут оказывать умеренную поддержку рублю, но это вот фактор второго порядка, да, то есть, по сравнению с профицитом текущего счета, по сравнению с тем, как экспортеры продают валюту, это фактор там более-менее значимый. На этой неделе у нас Банк России с 9 по 12 января будет продавать юани на 0,9 миллиард рублей в день, то есть, 1 миллиард рублей в день примерно. Это сумма небольшая для валютного рынка, то есть, влияние на рубль на этой неделе будет минимальным. Да, на этой неделе Минфин объявит, какой объем валюты будет покупать в январе. Мы ожидаем, что цифра будет в районе 8-9 миллиардов рублей, то есть, суммарно Банк России будет со следующей недели продавать примерно 3-4 миллиарда рублей в день. Эта сумма по-прежнему небольшая для валютного рынка, но такая, обладает накопительным эффектом, то есть, постепенно, постепенно это будет оказывать умеренную поддержку рублю. Это один из факторов, да, поддержки рубля в этом году. Этот фактор уже в цене, и вот те, кто ищет момент прикупить валюту, дождутся ли там 85 рублей за доллар, к примеру? Да, мы в среднем в первом квартале закладываем 87 рублей за доллар, то есть, это означает, что колебания, мы ожидаем, что колебания будут в районе 85-90, то есть, мы полагаем, что, скорее всего, 85 в первом квартале, да, в январе, феврале или марте мы увидим. Хорошо, тогда ждем момент, может быть, тут и замещающая облигация кому-то будет интересная. Михаил, не могу вас не спросить про сегодняшнюю публикацию в ведомостях о том, что экспортерам дали возможность избежать круговорота рублей. И вот в указ президента обязательной продажи валютной выручки внесены изменения. Ну, это, скажем так, согласно источникам, что называется. Речь идет о том, что экспортеры и дочки могут не исполнять все нормативы, если более 50% внешней выручки они получают в рублях, даже если цены в контрактах идут в валюте. Но при этом все равно доходы должны зачисляться на счета в российские банки. И вот якобы также прав комиссии, если верить источникам, может разрешить экспортерам снизить объем продаваемой выручки на сумму платежей по валютным долгам. Вот эти возможные коррективы указа президента номер 771, который, собственно, как вы уже говорили, будет действовать до конца апреля этого года, вот они на что-то влияют? Если удастся избежать круговорота рублей в природе, у него надо бы пояснить, как это ранее влияло на курсы. Это будет позитивно для рубля? Круговорот рублей, вот то, что имеется в виду этот механизм, он не сильно влияет на рубль, потому что сначала экспортер должен купить валюту, а потом ее продать. То есть фактически для рубля операция нейтральная. Если я сначала покупаю, а потом продаю, то это только увеличивает оборот на бирже или вне биржи. Но там на курс не влияет, так как сначала его ослабляет, потом укрепляет. Поэтому это скорее такая недоработка в исходном указе, поэтому эту недоработку исправили. Поэтому и раньше влияния на рубль не было, и сейчас с экспортеров лишние дополнительные издержки сняли, такие бессмысленные. Поэтому влияния на рубль от него мы не ожидаем. Хорошо, сведем тогда это к таким косметическим изменениям. Не могу не спросить про рынок нефти. Вчера, по-моему, котировки Brent WTI 3-4% потеряли. Саудовская Аравия на февраль месяц снижает отпускные цены на нефть. По-моему, для Азии на 2 доллара. Собственно, кто-то даже вспоминает 2020 год, борьбу за долю рынка, чуть ли не ценовую войну. Нефть пока... Прошлый год, кстати, впервые с 2020-го завершилась снижением. И вот сейчас мы видим, что тоже с начала года небольшой минус. Как быть с рынком нефти? Если мы пробьем 70 долларов за баррель по Brent, это будет усиление давления на рубль? Про нефтяной фактор, что думаете в контексте рубля? Да, нефтяной фактор – это один из важных факторов, как раз первого порядка, который влияет на рубль, от которого зависит профицит текущего счета. В целом у нас такой умеренно негативный взгляд на нефтяной рынок сохраняется. То есть сейчас продолжается игра на понижение на глобальном нефтяном рынке, на ожидании к замедлению мировой экономики и переизбытке нефти на рынке. То есть у нас Альянс ОПЕК+, сокращает добычу, но при этом те страны, которые не входят, в первую очередь это США, Канада, Бразилия, они увеличивают добычу и фактически таким образом нивелируют усилия ОПЕК+, по поддержанию нефтяных цен. У нас диапазон на ближайшем месте – это, скорее, да, 70 на 80 долларов за баррель. И если цена пойдет ниже, а пока к этому предпосылки есть, ниже 70 долларов за баррель, скорее всего, ОПЕК+, там, в окладе Саудовской Аравии, Россия объявит, возможно, объявит о дополнительном сокращении нефтедобычи. Я напомню, что с первого квартала, да, с января у нас добровольные сокращения со стороны Саудовской Аравии, России и других членов Альянса, они вступили в силу, но так как они нигде не зафиксированы каким-то обязательным соглашением, то поэтому у нефтяных трейдеров есть некоторые сомнения в дисциплине их выполнения. Плюс, напомню, у нас в этом году важное событие в ноябре – выборы в США, а администрация США сейчас активно пытается снизить цены на бензин, потому что рейтинг у Байдена очень низкий, и избирателей волнует высокая инфляция, поэтому необходимо снижать цены на бензин, замедлять инфляцию, поэтому американская администрация сейчас тоже активно пытается сбить цены на нефть и будет стараться в течение этого года до выборов снижать цены на нефть, тоже такой негативный фактор для рынка нефти. Да, геополитический фактор поддерживает рынок нефти, у нас по-прежнему обстрелы кораблей со стороны Хуситов в Красном море, которые нарушают логистику нефтяных поставок, и в целом, если конфликт на Ближнем Востоке разгорится, то это будет такой фактор поддержки нефтяных цен, но это не наш базовый сценарий, мы в базовом сценарии на этот год закладываем среднюю бренд в районе 79, то есть мы полагаем, что в начале года, первая половина года обычно более благоприятная, сезонно более благоприятная для нефти, в районе 80 мы будем, к концу года пойдем в район 70, то есть у нас вот такой взгляд скорее понижательный для нефти, да, и во многом с этим связаны наши ожидания по ослаблению рубля со второго квартала. Хорошо, Михаил, более чем подробно, вот есть так коротенько, отдельно про такие факторы, традиционно первый квартал, сезонный фактор, там импорт, экспорт, работает ли он так же, как в предыдущие годы, и вот эти опасения, что бюджетные расходы, они могут надавить на курс рубля. Да, в этом году сезонный фактор будет работать, у нас начало года это сезон деловой активности, пониженный спрос на валюту, то есть в январе падает спрос на валюту для закупки импорта, зарубежный туризм, тоже мало кто в первом квартале ездит, и по внешнему долгу выплаты у нас минимальные в первом квартале. Также обычно у нас в начале года бюджетные расходы снижаются, поэтому спрос на валюту достаточно низкий, а при этом предложение валюты благодаря обязательной продаже валютной горочки остается высоким, поэтому мы полагаем, что в первом квартале с рублем все будет хорошо, ждем укрепления. Спасибо за прогноз и экспертизу. Михаил Васильев, с нами был главный аналитик Совкомбанка, CFA. Обсудили мы российский рубль, теперь давайте поговорим об акциях девелоперов. Итак, сам российский рынок акций последние 4 дня прибавил примерно 2% по индексу Мосбиржи, вчера плюс 3,25%, а мы с вами обсуждаем акции строительных компаний вместе с финансовым аналитиком. С нами Сергей Скатов, CFA. Сергей, я вас приветствую. Итак, вышла буквально накануне публикация в «Коммерсанте» о том, что 2024 год может стать таким переломным, изменить траекторию спроса на жилье. Связано это с тем, что ключевые решения для отрасли будут связаны с судьбой льготных ипотечных программ. Когда вы ждете конкретики по этому вопросу? И, собственно, что думаете, будет ли перелом? Смотрите, за счет того, что у нас средний строительный цикл, он где-то там 3-5 лет, то тогда любой какой-то год, который в спросе является переломным, он для отрасли не так уж и значим. В таком случае мы можем и 2023 год назвать переломным, потому что было выдано какое-то суперрекордное количество ипотечных кредитов, продано огромное количество площадей, вводы многоквартирных домов очень сильно выросли, почти приблизились к рекордам середины десятых годов. Поэтому это не настолько значимое на самом деле событие, как оно выглядит со стороны. Это во-первых. Во-вторых, что еще важно сказать, что мы очень сильно все, когда анализируем рынок жилья, концентрируемся на спросе, но куда важнее предложение, потому что именно предложение ограничивает сверху, сколько домов будет продано. То есть если мы посмотрим, то количество вводов, ожидаемое количество вводов квартирных домов намного лучше предсказывает продажи, чем какие-то макроэкономические факторы, ставки, ипотеки и так далее. То есть застройщики умеют продавать свой продукт, независимо от того, какая снаружи рыночная конъюнктура. И наконец-то третий фактор, который важно сказать, что у нас сейчас все дома строятся, ну практически все дома строятся системой из крови. Это означает, что у застройщиков нет риска ликвидности. То есть что происходило там, опять же, в прошлом, до 2019 года, это почти все застройщики, которые валились, и у нас там обманутые дольщики на площадях, случалось из-за риска ликвидности. Когда спрос резко обрушался, у застройщиков заканчивались деньги, они не могли достроить свои дома, которые они строили, и, соответственно, банкротились, и возникали конфликтные ситуации. Сейчас такой проблемы нет. Риска ликвидности полностью закрывают банки, за что они берут там свое вознаграждение в виде кредитных ставок. Поэтому говорить о том, что там какое-то возможное снижение спроса из-за отмены льготных ипотек, ужесточения льготных ипотек и так далее, любых каких-то факторов, оно не так критично для отрасли, как оно было раньше, и застройщики вполне смогут пережить временное снижение спроса даже в два раза. Сергей, убедили, что для отрасли ничего ужасного не произойдет. Но ведь есть отрасль, а есть акции и, допустим, облигации девелоперов, особенно в сегменте ВДО. Вот с точки зрения акции, если все-таки условия льготной ипотеки, предположим, к лету будет принято решение, они ухудшатся. Вот для акционеров, не знаю, ПИК, ЛСР, самолет, эталон, что произойдет? Вот в самом, не знаю, худшем сценарии, что ли, они перестанут расти. Смотрите, если посмотреть, опять же, что случилось с льготной ипотекой, в конце декабря, какие ввели ограничения, то пострадают в основном застройщики Москвы, потому что ограничение лимита касается непосредственно их продукта, потому что только, в принципе, туда снизилось. То есть если средний льготный кредит был чуть больше 8 миллионов рублей, он стал 6. Если мы посмотрим на Московскую область, где, например, активен самолет, то он как бы был 6 миллионов рублей в среднем, так они его и зафиксировали, Минфин, СЦБ. То есть тут для компании ничего существенно не изменится. Но мне кажется, что группа компаний ПИК, опять же, на рынке достаточно давно, у нее очень сильное продуктовое предложение, они готовы каждому отдельному клиенту предоставить огромную матрицу различных вариантов приобретения, поэтому не смогут как-то решить этот вопрос. Плюс у них есть достаточно сильный акционер с точки зрения предоставления финансирования в виде крупного государственного банка ВТБ. Поэтому я здесь, опять же, не вижу для них больших рисков, потому что еще, что важно сказать, к концу года все застройщики, что в 2023 году, что в 2022 году, подошли примерно с одинаковой распроданностью объектов к вводу в следующем году. То есть если в конце 2022 года объекты, которые должны были ввестись в 2023, были распроданы 51%, в 2023 году объекты в 2024 вводим и будут распроданы 54%, это еще больше. То есть в следующем, опять же, вот в этом году мы ничего не заметим. вопрос, конечно же, что будут делать строщики дальше, будут они или наращивать предложения проектов или нет, но, опять же, мы знаем по итогам. Сергей, вы очень убедительный. Я уже купил у вас любую недвижимость, но вот вы говорите, вот я понимаю, что еще один посыл, что проблемы в отрасли строительной, они решаемы. Не могу не согласиться, наверное, базовый сценарий, вот, ну, есть за что зацепиться, девелоперам. Но вот проблемы у ПИК решаемы, допустим, там, или вызовы даже лучше пока сказать, но группа компаний ПИК акций за прошлый год прибавили 17%, это хуже рынка. Вот, собственно, если вернуться, не знаю, вот к акционерам, то есть, собственно, акции-то вообще интересны девелоперам, потому что за прошлый год ЛСР, там, 44%, самолет 61%, там, эталон, редометселяция, по-моему, еще больше. Но, может быть, если вот отрасль устойчива, то облигации, там, смотреть девелоперов, они интереснее, чем акции. Акции-то нужны вообще строительные компании нам. Смотрите, все зависит, естественно, от вашего портфеля, да, это, как обычно, не является инвестиционной рекомендацией, все остальные дисклеймеры. На мой взгляд, все позитивные подвижки, которые есть в акциях для девелоперов, они уже в цене, потому что информация о том, что на строительном рынке есть какой-то ажиотаж, рекордные продажи и так далее, она уже была известна в течение всего 23-го года. Это не то, что мы сейчас подошли к концу года и внезапно узнали, что на строительном рынке все было хорошо, а сейчас станет не очень. Достаточно контринтуитивно говорить о том, что в связи с какими-то возможными ужесточениями станет лучше, чем было до этого. Вот поэтому, мне кажется, стандартная рекомендация здесь – это hold, и просто попробуйте получить до конца все свои дивиденды и причитающиеся там рост капитализации, когда станет известен реальный эффект вот этих рекордных продаж на финансовой отчетности, потому что продажи финансовой отчетности девелоперов тоже переходят не так линейно, как у любой другой компании. Это зависит от стадии строительной готовности и признания выручки. Вот это немного более сложный процесс. Давайте о деталях попробуем поговорить. Сергей, вы интересную тему затронули, потому что 23-й год был рекордный для отрасли, и вот, может быть, на старом топливе как раз еще акции какое-то время проедут, хотя бы в первом квартале и первом полугодии. Что мы тогда ждем? Кто самые высокие дивиденды заплатит из строительных компаний? Кто самый сильный отчетный за 23-й год представит из девелоперов? Кто, собственно, ваш фаворит? То, что холд держать, ну, это вот так консервативно, сдержанно. Безусловно, это сдержанно, но повторюсь, да, мы не совершаем сделки на фондовом рынке, исходя из прошлой информации, да, то есть информация, по сути, будет прошлая. Я думаю, что самая сильная отчетность покажет группа компаний ПИК, просто потому что уже по предварительным данным у них супер рекордные воды какие-то, если не ошибаюсь, у них нарастили более чем на 30%, если даже не на 40. Вот, и это там суперхороший результат, и все объекты этой компании очень хорошо распроданы были, по крайней мере, после того, что мы смотрели, то есть там точно больше 80%. Соответственно, компания действительно получит огромное количество выручки, но вопрос, естественно, с будущим, да, вот что с ее земельным банком на текущий момент, как она планирует решать проблемы дальше. Я для них не вижу каких-то существенных проблем, мне кажется, это как раз вот этот вот скептицизм относительно, ну, всей компании, потому что ПИК очень сложно устроен, у него там сложная структура с точки зрения там баланса, вот, но это, скажем так, скорее неспособность рынка сильно глубже копнуть в отчетность этого эмитента, чем в среднем, по среднему уровню. Самолет покажет сильные, сильные результаты, безусловно, потому что они быстро, они там рекордными темпами росли еще в 21-22 годах, да, поэтому 23-24 для них они получат дивиденды за инвестиции прошлых периодов. Поэтому здесь тоже все будет хорошо, но самолет дорог, да, он исторически очень дорог, и там, где доходность не будет сильно высокая. Сергей, у нас 20 секунд где-то остается. Циан, про него отдельный телеграм-канал и пишут 50% роста потенциала, если коротко, согласны? Ну, я на самом деле не сильно согласен, мне кажется, тут недоучтена конкуренция со стороны компании Дом Клик, да, которая принадлежит известному банку, который на данный момент является, на сути, монополистом ипотечного рынка, что делает то, то делают все. Спасибо за экспертизу. С нами был Сергей Скатов, CFA, финансовый аналитик.